библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий герч добыкин и мы с вами продолжаем читать неканоническую книгу которая называется вторая книга ездры сегодня вторая глава в первой главе рассказывается о том как евреи были уведены в вавилонский плен и вторая глава рассказывает о том как они вернулись из этого вавилонского плена и что там было я буду читать синодальный перевод потому что других насколько я знаю переводов второй книги ездры не существует и давать свои комментарии итак первый год царствования кира персидска в исполнении слов господа изус иеремии господь подвел дух кира царя персидска и он объел по всему царству своему словесно и письменно ну про какого кира говорится это конечно царь кир и кир персидский его первый год царствования над завоеванной вавилонской империи приходится на 539 год и вот персы завоевали вавилонию об этом рассказывается в книге пророка даниила вот так история когда появляются руки и эти руки на стене пишут какие-то загадочные письмена которые никто не может прочитать кроме пророка даниила и вот кир захватывает вавилонию и одно из его деяний это указ о том что всех все кого когда-то увели осилийцы или вавилоняне в плен депортировали могут вернуться к себе обратно значит вот история от о разрешении вернуться обратно для евреев есть исполнение слов слов пророка и риме который предсказывал о том что вавилонский плен продлится 70 лет и так царь издает указ в котором говорит так так говорит кир царь персидский господь израиля господь всевышний поставил меня царем вселенной и повелел мне построить ему дом в иерусалиме который в иудеи и так кто есть из вас из народа его да будет господь его с ним и пусть он отправившись в иерусалим что в иудеи строит дом господа израилева он есть господь живущий в иерусалиме посему сколько их живет по местам жители места у пусть помогут им золотом и серебром дарами коней и скота и другим обетным приношением на храм господа в иерусалиме значит вот этот текст ну практически слову слов есть еще и в первой книге ездра который является канонической и долгое время вот этот текст был только в библии однако археологи нашли не не точно такой же текст но нашли текст в котором такой как бы образец вот этого указа с может так сказать с прочерками чтобы вписать название народа здесь кир обращается к евреям и разрешает им вернуться к себе домой однако есть еще такие образ указа которые созданы похожим образом он обращается к другим народам если здесь он говорит что господь всевышний его поставил что можно так интерпретировать что кир поверил в истинного бога нет все таки кир был язычником хотя и толерантным он не гнал верующих в истинного бога скорее как язычник он пони ну как бы представлял что боги в том числе боги евреи бог евреев благословили его и сделали царем над великой державой и вот он в благодарность одному из этих богов разрешает его народу народу этого бога вернуться к себе и построить дом дом господа почему потому что господь евреев живет в русале о чем здесь и сказано вот значит кроме этого он приказывает собрать собрать с добровольно конечно пожертвования которые должны пойти на строительство храма когда евреи вернулись и потом же будут построили храм они долгие годы приносили жертвы за персов которые разрешили вернуться значит дальше рассказывается о том что представители колена иудина вениаминова священники левиты собираются и отправляются в иерусалим чтобы строить дом господа здесь обратите внимание что упомянут только два колена колена иудина колена вениаминова где остальные 10 колен остальные 10 колен были уведены в плен еще ассирийцами за полтора века до вавилонского плена они были уведены и скорее всего в плену так как они не имели крепкой веры они просто растворились среди окружающих народов и ко времени царя кира 539 год до рождества христова остались только колена иудина колена вениаминова ну и колена левию священники и левиты и вот они отправляются если из текста второй книги ездра кажется что вернулись много народа то если посмотреть в первую книгу ездра видно что вернулось на самом деле не очень много народа то есть вот который горели и хотели жить на земле своих предков значит 10 стих и царь кир вынес священные сосуды господа который на входа носа перенес из иерусалима поставил своем капище как язычники понимали свою победу и как понимали войну значит на самом деле война на земле это отражение или нет да так лучше сказать отражение того что происходит на небесах то есть разные боги воюют между собою это отражается на земле та сторона то государство которое побеждает другое то есть на самом деле это боги вот этого государства или этого царя побеждают богов вот другого царя там другого государства если вспомнить или аду там воюют две партии богов одна партия воюют за ахейцев другая за троянцев ну и значит навхода носор язычник имя такое даст известное и нарицательное значит захватывает иерусалим тем самым показывает что боги вавилон вавилонян сильнее бога израилева но все-таки бог израиля это все-таки бог хоть он и побежденный и вот он собирает утварь которая посвящена этому богу и конечно можно было бы переплавить там не знаю там раздать но все таки это святыня посвящена другому богу и поэтому она носится и как трофей складывается в языческом храме то есть бог в котором лежат вот эти золотые сосуды победитель он взял трофеи трофеи друг от другого бога так вот царь кир собирает эти эти эту утварь храму в утварь сначала передает своему сокровище хранителю а затем эти сосуды передаются самонассару князю иудею и вот тут вот с этим самонассаром достаточно большие проблемы кто это такой он еще будет упомянут в этом тексте в этой главе но вот кто и если смотреть на параллельный текст к второй книге ездры то там упоминается человек под другим именем и плюс к этому также упоминается в связи с этим именем еще один человек которого звали зоровавель и он тоже называется князем и вот среди исследователей есть такое мнение что под под несколькими именами скрывается один и тот же человек которого звали действительно зоровавель это был потомок царя давида но он не был царем он был как здесь назван князь в персидской иерархии была такая такое звание должность он назывался пеха и он не имел монаршей власти но он считался управляющим какого-то народа естественно подчиненный царь подчиненный царю персов вот и скорее всего вот этот самонасар о он же это шешба царь и он же это зоровавель потомок царя давида дальше перечисляются сосуды которые которые отдали число их называется значит это 14 стих в если сравнить с текстом в первой книге книги ездра цифра одинаковая но вот как бы номенклатура то есть вот столько-то столько-то курильниц вот в книге ездра одно а в книге в первой книге из родного во второй книге ездра другое почему-то почему-то я тут все время так останавливаю говорю вот здесь так а здесь так ну мы должны не забывать что вторая книга ездры является не канонической и наш православный подход к не каноническим книгам заключается следующем в них могут содержаться какие-то ошибки и поэтому их нужно проверять хорошо и вот евреи собираются им дают эти сосуды чуть раньше говорится о том что те кто остался в вавилоне осталось достаточно много помогали им серебром золотом всякими вещами чтобы евреи вернулись и восстановили храм вот это описание передачи золота собирание золота собирание серебра там какой каких-то вещей очень напоминает описание того как евреи собирали для строительства скинли возможно автор книги даже специально это стилизовал читаем дальше во время же царственная артаксеркса царя персидска вилем и мифридат это вели и рафим и вед фе фем и сами ли писец и другие согласившись с ними обитавшими самаре и других местах писали ему следующее письмо значит что там за история почему они это письмо писали когда евреи пришли они начали строить храм в это время к ним пришла делегация из самарии что там было когда-то в 722 721 году до рождества христова ассирийцы депортировали местное население евреев в разные части своей сирийской империи и вот там вот в этих частях скорее всего они просто растворились среди других языческих народов и вот эти десять колен северных колен они все исчезли земля осталась пустая какое-то время на потом на эту пустую землю из других частей империи собрали вот таких же несчастных собрали поселив вместе они пришли со своими богами поклонялись но они очень сильно страдали от диких животных и тогда они обратились в вавилонию прошу прощения в ассирию в ниневию попросили чтобы прислали им священника местного священника который должен научить был поклоняться богу этой земли потому что почему они страдают потому что не поклоняются богу этой земли они же язычники вот но общем их просьбу удовлетворили им прислали священника который их научил но скажем так религия которая возникла вот этих переселенцев которые потом получили имя шамраним самаряне она отличалась от той веры которой придерживались иудеи жившие в иерусалиме и вернувшиеся из плена и вот когда евреи вернулись из вавилонского плена начали строить храм самаритяне пришли к ним и говорят мы тоже часть народа израилева но евреи не приняли их отвергли их на это самаряне очень сильно обиделись и стали творить всякие припоны строительство храма и вот одно из этих припион это письмо которое они пишут царю артаксерску артаксерксу господину рабы твой рафим описатель происшествий савелий писец и прочие и советы их судьи находящие кели сирии и финики имена которые здесь упомянуты они по форме не совпадают с теми именами которые упомянуты в первой книге ездра но это еще одно как бы замечание чтобы было понятно что одна книга каноническая другая не каноническая да будет ныне известно господину царю что вышедшие от от вас к нам иудеи придя в иерусалим в этом в этот отступнический коварный город устраивает площади и возобновляет стены и полагает основания храма и так если этот город будет отстроена стену окончена то они не только не согласятся платить подуки на восстан против царей и как уже начато построение храма то мы за благо признали не пренебрегать этим но известить господина царя не блудно ли тебе посмотреть них отцов твоих ты найдешь запись о том в памятных книгах узнаешь что этот город был изменник и смущал царей и города а иудеи отступники вечные производящие в нем заговоры по какой причине был опустошен этот город и так теперь извещаем тебе господин царь что если построить этот город и восстановится стены то не будет для тебя проходы в киеле сирию и финикию здесь есть определенные определенной сложности вот с этим текстом значит царь артаксеркс это царь который правил в пятом веке естественно до рождества христова и если посмотреть на параллельный текст в первой книге ездры то что писали этому царю этому царю писали что евреи начинают что-то замышлять и собираются построить построить стены ну и изложение но приблизительно такой же что вот они будут стен возводить и будет бунт здесь же в этом тексте говорится что они собираются строить храм но храм был построен в пятьсот двадцатом году то есть за там за несколько десятилетий до вот этого письма дальше ну мы прочитаем здесь будет речь идти о царе но вот этот дарий коту при котором и был построен второй иерусалимских храм он правил раньше чем царь артаксеркс он правил с 522 года там до начала начала пятого века вот то есть получается рассказчик делает следующее он берет два царя и представляет их местами но это понятно будет дальше когда мы прочитаем почему он это делает но вот здесь речь идет о том что вот они собираются строить храма храм уже построен задача вот этого письма чтобы прекратилось не строительство храма а прекратила строительство города евреи когда вернулись из плена они построили сначала жертвенник начали приносить жертвы строили дома но это была такая деревня то есть никаких защитных стен не было был жертвенник были дома вокруг евреи сначала очень так воодушевленно пришли решили так все мы сейчас построим мог бог будет начать нас благословлять вообще мы идем землю которая течет молоком медом они приходят никакой молока никакого меда земля заросшая много камней в общем все 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 плохо и они начинают что-то делать ну вот попробуйте поднять целину или поле которое было давным-давно заброшено и вот они что-то там пытаются а храм а храм не строится просто стоит жертвенник потом бог посылает двух пророков агеи захарию которые мотивируют евреев построить храм и пятьсот двадцатом году храм будет возведен вот как раз при царе дарьи значит потом пройдет еще какое-то время придет в придет ездра который научит народ исполнять исполнять закон а после ездра придет не имея который как раз и восстановит стены и как раз он придет при царе от артаксерксе артаксеркс даст ему разрешение строить настроить стены давайте читать дальше когда цель написал в ответ рафиму описать или происшествий и вел ты фему ну и савелию пису и прочим согласившись с ними и обитающим самаре и сирии и финикии следующее прочитал я письмо которое вы прислали ко мне прислал рассмотреть и найдено что этот город изданного стал против царей и люди си поднимают в нем мятежи и и войны и были цари в русалиме сильнее и могущественнее владевшие собирающие дань скелли сирии и финикии и так теперь я приказал воспретить этим людям строить себе город и наблюдать чтобы ничего более не делать чтобы не имели дальнейшего успеха знала намеренные предприятие и беспокойство народа в ответе вот как раз читается что запрещается строить город они запрещают строить храм ну давайте дочитаем главу и здесь разберемся по прочтению написано царя артаксеркса рафим из а сами леписец согласившиеся с ними поспешно отправились в иерусалим с конницей и получением народа и начали удерживать строящиеся и сны настроение иерусалимского храма до второго года царственная дарья царя персидского второй год царствования дарья это как раз вот тот самый пятьсот двадцатый год строительство храма останавливается и здесь речь идет о даре который правил раньше артаксеркса но почему почему автор так переставляет события тем более не надо представлять что события не были известны нет это делается скорее всего даже с литературной точки зрения потому что в третьей главе рассказывается как раз про дарья такой может быть автор специально переставил чтобы сделать плавный переход от одного царя к другому то есть здесь он придерживался не строго исторического пути изложения а такого вот литературного хорошо мы с вами прочитали вторую главу второй книги ездры меня зовут дмитрий герч добыкин и мы с вами были на библейском портале exeget спасибо за внимание до новых встреч